Мы официально вступили в век революции в сфере искусственного интеллекта. И только за последний год мы увидели, насколько мощным может быть искусственный интеллект. С набравшей популярность системой ChatGPT можно писать эссе, школьные доклады и даже подготовиться к пятничной проповеди. Также существует программа по генерации изображений, которая может создавать реалистичные образы и видео на основе ваших запросов, ограниченные только вашим воображением. Дональд Трамп, мусульманин. И даже можно создать виртуальную студию. Искусственный интеллект можно научить копировать голоса знаменитостей и воспроизводить любые звуки. Канья Вест поет Нашид. И самое удивительное, эта технология прогрессирует ежедневно и крайне быстро. Но что же это значит для мусульман? Должны ли мы бояться? Означает ли это приближение судного дня? Или же это что-то, что пройдет мимо нас тихо и незаметно и будет вскоре забыто? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы пригласили одного из лидирующих экспертов в сфере искусственного интеллекта, мусульманина доктора Валида Кудуса, прямиком из Кремниевой долины. Он занимался внедрением искусственного интеллекта в такие мировые компании, как Google и Uber. Он также руководил созданием Google Card. Мы задали ему сложные вопросы. Вот как это было. Существует ли какая-то сверхчеловеческая пропаганда, которая хочет соединить роботов и людей? Прежде чем мы вернемся к интервью, которое вы так ждете, если вам нравятся наши видео, а также другие видео на нашем канале, поддержите нас. Мы находимся на последнем этапе создания студии для создания лучшего продакшена, и в этом будет польза для мусульман всего мира. Посетите наш сайт и сделайте любой вклад, который вы можете для достижения нашей миссии. Возвращаемся к интервью. Вы работали с искусственным интеллектом десятилетиями. Мы теперь часто слышим, искусственный интеллект сделал то или это. Что же такое искусственный интеллект? Как бы вы объяснили это десятилетнему ребенку? Итак, изначально компьютеры были запрограммированы таким образом, что ты задаешь им программу А, Б, С. И неважно, что уже испытал ваш компьютер или чему научился, он не может менять своего поведения. Суть же искусственного интеллекта в том, что он может обучаться из своего опыта. Другими словами, каждый раз, когда компьютер или алгоритм видит какую-то новую задачу, он пытается понять, чему этот пример или задача могут научить его об окружающем мире. Мы очень часто используем искусственный интеллект в нашей жизни. Например, когда ты заканчиваешь просмотр видео на Нетфликс, как он определяет, что показать тебе дальше? Искусственный интеллект определяет, что люди, которые смотрели фильм А, им также нравится фильм Б, или же 50% из них также смотрят фильм Б. И делая так, вы также начинаете замечать закономерности в жизни. Компьютерам больше не говорят, что им нужно в точности делать. Им теперь говорят, адаптируйся и изменяйся. И эта идея адаптации – это то, что исторически было свойственно только людям. А сейчас, совершенно неожиданно, компьютеры становятся все более сильными в этой области. Учитывая, что искусственный интеллект может генерировать реалистичные образы, текст, а также речь, насколько сложно будет проверить подлинность информации? Стоит ли об этом беспокоиться? Да, так и есть, особенно учитывая, что мы видели в США, с вмешательством в выборы русскими, которые пытались использовать такие технологии. А теперь представьте эти технологии на стероидах. Их можно теперь персонализировать для каждого человека. И очень трудно обнаружить подмену. Мы определенно должны обратить на это внимание и научиться контролировать это. Как вы думаете, к чему это приведет с точки зрения распространения информации, ложных новостей и тому подобного? Как этому противостоять? Да, это действительно сложная проблема. Я думаю, что это происходит еще и потому, что мы не научились различать искусственный контент от подлинного. Также этот контент сделан таким образом, чтобы давить на уязвимые места. И из-за этого мы сталкиваемся с предвзятым отношением при подтверждении информации. Поэтому мы всегда должны перепроверять источники. И этот подход нельзя назвать не исламским. В Коране Аллах говорит, смысл. О верующий, если нечестивец принесет вам какое-либо известие, то проверьте его на достоверность, чтобы по незнанию не навредить людям, и чтобы после не пожалеть о содеянном. Сура 49, аят 6. Аллах говорит, когда до тебя дойдет информация, найди время, чтобы проверить ее. И способы проверки становятся все более сложными с технической точки зрения. Но это все те же основные принципы. С вашей точки зрения, насколько далек искусственный интеллект, чтобы стать разумным или сознательным? Ученые долгое время спорили, как правильно определить понятие сознания. И я не думаю, что мы хорошо в этом разобрались. В Коране говорится, «Когда тебя спрашивают о душе или сущности сознания, они говорят, что это знание и знание моего Господа». Другими словами, люди все еще не могут ответить на подобные вопросы. И правильно ли вообще сформулирован этот вопрос? Один из ранних компьютерных инженеров сказал, спрашивать, может ли компьютер думать, все равно, что спросить, может ли плавать подводная лодка. Люди и компьютеры настолько разные, что этот вопрос не имеет смысла. Заменит ли искусственный интеллект наших друзей? Перестанут ли испытывать потребность вступать в брак и заводить отношения? К сожалению, я предвижу перемены на этом фронте. В частности, число браков стремительно падает в западных странах. Уровень рождаемости также стремительно падает. И причина этому — рост порнографии в интернете. Это только один из примеров социальных последствий. А теперь возьмите этот пример и поднимите его до уровня, где можно использовать искусственный интеллект, чтобы создать виртуальную личность, которая полностью соответствует вашим предпочтениям. Она будет соответствовать вашим визуальным, текстовым или звуковым предпочтениям. И в этом также можно увидеть тот социальный ущерб, который это принесет, подобно порнографии, только во много раз больше. И с этим обществу придется столкнуться. Это одна из тех вещей, которая меня беспокоит, как искусственный интеллект негативно повлияет на общество. К сожалению, мы уже начинаем замечать признаки этого. Сэм Альтман, директор компании, создавшей ChatGPT, сказал, что эта технология может представлять угрозу исчезновения человека. Как человек, который знает эти технологии, и как мусульманин, что вы можете ответить на это? Могу сказать, что это точно не та причина, которая заставила бы меня бодрствовать по ночам. Давайте посмотрим на другие проблемы, угрожающие исчезновению человека, как изменение климата, развал общества и уничтожение института семьи, что мы сейчас и наблюдаем. По сравнению с этими проблемами, я не очень волнуюсь по вопросу искусственного интеллекта. Технология все еще в зачаточном этапе. И у Сэма Альтмана может быть другое мнение. Я нахожусь в Кремниевой долине уже 15 лет, и когда у вас есть стартап, вы хотите создать шумиху вокруг него. Вы создаете барьеры, чтобы другие не могли проникнуть. Вы заставляете правительство делать всю скучную работу по созданию правил, которым вы знаете, как следовать, а другие нет. И это чисто бизнес. Поэтому я, конечно, уважаю технические способности Сэма Альтмана, но надо помнить, что у него есть своя цель, которую он преследует. Именно это он и делает в качестве директора компании OpenAI. Каким образом использование искусственного интеллекта может быть использовано с пользой для ислама? Я видел некоторые очень интересные приложения. Одно из приложений, которое раскрывает возможности искусственного интеллекта, это приложение Tartil. Это мобильное приложение, которое слушает, как вы читаете Коран, и указывает на ваши ошибки при чтении. Раньше всегда приходилось найти кого-то или подружиться с кем-то, чтобы тебя поправлял, а теперь это стало намного проще. Поэтому в этом смысле искусственный интеллект — это инструмент, который можно использовать для любых целей. Такие приложения могут генерировать такие изображения и художественные образы, которые заставят зрителей откликнуться, если, конечно, они будут сделаны с умом, умелыми руками. Здесь есть много удивительных возможностей со стороны разных аспектов ислама. Как эксперт в области искусственного интеллекта, вы доверяете той информации, которую выдает программа и эти боты? Нет, не доверяю. Я понимаю, что это может показаться противоречащим здравому смыслу, но я работаю с этими программами уже давно и напрямую, и знаю, что у них есть проблема, которую можно назвать галлюцинацией. Дело не в том, что они чего-то не знают. Они даже не понимают, что могут чего-то не знать. Другими словами, они могут выдумывать информацию и будут верить, что это правильно на 100%. В арабском мы называем это джахал-буракка. Ты не знаешь того, чего ты не знаешь. Да, в этом есть проблема с искусственным интеллектом, джахал-буракка. Они вполне могут выдумать хадис, которого не существует, и сегодняшняя проблема с искусственным интеллектом – это галлюцинации. Они просто выдумывают разные вещи. Есть некоторые чат-боты, если вы спросите их, нужно ли вам мыть колени, делая омовение, они ответят «да, вам нужно мыть колени, это часть омовения». Итак, иногда они могут выдумать вещи, и это особенно опасно, так как они уверены в своей правоте и могут в то же время ошибаться. Они не ответят вам «я не уверен», они дадут вам уверенный ответ. Поэтому, я думаю, мы должны быть очень осторожны, используя искусственный интеллект в религиозной сфере. Представьте, сейчас искать какой-то хадис или что-то из Корана очень сложно. Обычно мы ищем, используя слова, но мы не можем искать по контексту или смыслу. Одним из преимуществ искусственного интеллекта является то, что он может улавливать смысл, или что называется, семантической информацией. И это облегчает и улучшает поиск по хадисам и Корану. Поэтому это может быть очень хорошим инструментом для алимов, ведь у них есть мудрость правильно интерпретировать и судить об этом. За последние десятилетия вы видели проблему с так называемым «гугл-шейхом». Столкнемся ли мы со схожей проблемой с шейх-искусственным интеллектом? Да, мы, конечно, столкнемся с такой проблемой. Нам, как общество, нужно развить способность различать и понимать эти технологии, чтобы понимать их ограничения. Я понимаю, что некоторым кажется, словно это похоже на волшебство, и искусственный интеллект обязан говорить правду, а также должен игнорировать историческую предвзятость, которая существует в результатах поиска. И вот это привело к разного рода поляризации в обществе, то есть к противостояниям. Я думаю, что при использовании этих технологий всегда есть риск, что возникнут такие споры, если мы не будем использовать их должным образом. Поэтому такое может случиться. Мусульманская община всегда сталкивается с такой проблемой. Можно сказать, что все это неправильно, или же можно приспособиться и использовать искусственный интеллект для блага. Кто-то может сказать, что нет, нет, не стоит искать исламскую информацию в интернете. А кто-то скажет, почему бы нам не использовать эти инструменты, чтобы сделать поиск исламской информации в интернете более эффективным, достоверным и последовательным. И это та точка зрения, которой я хотел бы придерживаться. Насколько предвзяты эти чат-боты с искусственным интеллектом? Я попросил чат-бот объяснить палестинский конфликт, как если бы его пришлось объяснять 10-летнему ребенку. Я получил абстрактный ответ, где говорилось, что это трудная вещь для объяснения. В чем же заключается опасность предвзятости в искусственном интеллекте? Да, все таки есть. Проблемы с предубеждением действительно существуют. Ведь эти системы не появились таинственным образом. Это люди создали эти программы. Здесь нужно задуматься о двух вещах. Первое – это часть программного обеспечения, алгоритмы, которые они пишут. И второе – это база данных, которую они используют, чтобы строить модели. Модели – это то, что заставляет думать искусственный интеллект. А теперь представьте программиста из Калифорнии, который пишет эти программы. У него, скорее всего, западные и либеральные предубеждения. Он даже и не подозревает, что у него есть предубеждения. В этом и заключается проблема с предвзятостью. И этот программист будет настраивать алгоритмы и выбирать, на основе каких данных он будет обучать эти алгоритмы. И он выбирает, окей, это хорошая база данных, а это плохая. Даже если программист не собирается делать систему предвзятой, предвзятость все равно возникнет. И это уже было всесторонне доказано. Особенно в работах Тим Нед Гебрю. Она работала в Гугл, и когда она опубликовала эти отчеты, ее уволили. И это показывает, что предвзятость – это реальная проблема с искусственным интеллектом. Хорошие новости в том, что существуют способы уменьшить предвзятость. Можно изменить базу данных, на основе которой обучался искусственный интеллект. Или же в некоторых случаях можно изменить личность программного обеспечения. Например, можно сказать боту «Адаптируй исламскую личность, представь, что у тебя исламское мышление». И по моему личному опыту, это то, что на удивление очень хорошо работает. Мы уже видели, как социальные сети влияют на наше внимание. А учитывая, что искусственный интеллект обладает способностью выполнять наши задания и значительно ускорять некоторые мыслительные задачи, сделает ли это нас более ленивыми или же тупым обществом? О, это очень интересный вопрос. Каждый раз при появлении новой технологии у людей появлялись опасения, что это приведет к уничтожению человечества. Даже когда начали публиковать книги и появились печатные станки, люди говорили, что это повредит памяти людей, и дальше будет только хуже, и никто ничего не сможет запомнить. Сейчас мы видим, что эффект от книг был положительным. Нужно задаться вопросом, не зашли ли мы слишком далеко, неужели мы сейчас живем в таком беззаботном обществе, что это повлияет на наше оценочное суждение? И в то время, когда исламские знания было тяжело получить, мы как бы более ценили их. Мы могли путешествовать до четырех месяцев, чтобы услышать один хадис. Именно. И сейчас мы живем в такое время, когда можно найти каждый хадис за 10 секунд. Любой хадис, который был задокументирован, всего за 10 секунд. Разве это сделало нас более праведными мусульманами? Дело в том, что есть разница между знанием и мудростью. И это тоже меня беспокоит в связи с этими технологиями. Когда вы делаете некоторые вещи более доступными и легкими, вы их обесцениваете. Вот этого я действительно боюсь. Существует ли какая-то сверхчеловеческая пропаганда, которая хочет соединить роботов и людей? Да, в сообществе есть люди, которые придерживаются такой точки зрения и много говорят о таких вещах, как сингулярность. И когда мы объединимся с роботами, и появится новый вид хомороботикус или что-то в этом роде. На самом деле мы не видим, чтобы события развивались в этом направлении. Всегда найдутся люди с сумасшедшими идеями, но я не вижу здесь никакой теории заговора, которая бы имела место в Кремниевой долине с целью слить роботов и людей воедино. Могут ли достижения искусственного интеллекта поставить под сомнение внушающий трепет и благоговение природу творений Аллаха? Нет, не для меня. Все как раз таки наоборот. Все эти технологии, все эти алгоритмы, знаете, в Коране есть аят, где Аллах бросает вызов человечеству, «Попробуйте создать муху». Мы даже не смогли создать муху. Поэтому даже сама мысль, что это как-то повлияет на наш иман, только из-за того, что нам удалось склеить большой объем информации вместе, просто представьте, что мы обучили обезьян выдавать информацию из интернета, и мысль, что это как-то может повлиять на наш иман, для меня абсурдна. Учитывая, что искусственный интеллект может копировать голос человека, создавать образы или даже возвращать к жизни в виртуальном образе тех, кто уже покинул нас, можно ли сказать, что искусственный интеллект играет роль Бога? Можно заметить кое-что общее во всех этих алгоритмах. Им нужно что-то для старта, чтобы начать работать. Например, для того, чтобы искусственный интеллект вернул к жизни умершего человека, ему нужно каждое электронное письмо, которое отправил человек, каждый звонок, который совершил этот человек. Все эти вещи, которые они делают, они только могут копировать то, что уже создал Аллах. Я помню, Мохаммад Шариф однажды рассказывал историю, ученые заявили, что теперь мы можем создавать маленьких насекомых, и они вступают в дискуссию с Богом. И Бог отвечает, в таком случае, добудьте собственную глину и элементы, с помощью которых вы сделали насекомых. Все, что они могут, это просто по-умному собрать вместе элементы. Это все заставляет поражаться, задуматься о том, как же Аллах сделал это изначально. Как мусульманин может быть уверен, что искусственный интеллект не разрушит его связь, отношение с Аллахом? Это очень глубокий вопрос. У искусственного интеллекта есть потенциал для этого. Вы можете использовать искусственный интеллект, чтобы обучаться исламу. Можно использовать искусственный интеллект для создания материала для дарвата. Вы также можете использовать искусственный интеллект для создания машин, которые убивают людей. Машин, которые делают катастрофические вещи и сеют хаос на земле. Поэтому мы должны использовать преимущества искусственного интеллекта для благого. Это похоже на доступ к книгам. Само по себе это не является плохим или хорошим. Все зависит от того, на чем ты фокусируешься и какой выбор делаешь. Ты сам выбираешь, каким образом использовать искусственный интеллект. Например, для получения краткого содержания исламских книг. Вы можете использовать искусственный интеллект для своего духовного развития, и в этом будет благо. Вы работали над такими проектами, как Google Maps и Uber. Это технологии, которые изменили жизни людей. Как вы думаете, в какой области искусственный интеллект продвинет человечество в ближайшие 5-10 лет? Да, это непростой вопрос. Все эти технологии только усиливают тенденции, которые уже и так существуют. Будет еще больше зла и будет еще больше добра. И это зависит от нас, чтобы все пошло в положительном направлении. Я предвижу, что образование и обучение значительно ускорятся. Я вижу мир, где люди чувствуют себя более продуктивными и довольными работой, так как рутинная часть будет автоматизирована. Я также вижу мир, где растет безработица и усиливается неравенство в обществе, где бедные становятся еще беднее, а богатые еще богаче. И мы, как мусульмане, должны принимать в этом участие, чтобы быть уверенными, что происходят правильные вещи, и общество движется в правильном направлении. И это приносит позитив в целом. Как вы думаете, должны ли мусульмане начать использовать искусственный интеллект, или стоит немного подождать и посмотреть, что из этого выйдет? Из уроков по истории и исламу я могу сказать, что для ислама оставаться в стороне всегда была плохой идеей. Мы хотим видеть наших братьев из первых, кто освоит эти навыки. Поэтому я беру в пример печатный станок. Изначально много ученых было против печатного станка. Считалось, что он разрушает знания и вредит этим людям. Изначально так было с интернетом и спутниковым телевидением. Мусульмане вначале выступали против использования этих технологий, и в конце начали их использовать. Таким образом, упустив несколько лет пользы от этих технологий, так как считали, что в этом нет блага. Поэтому я считаю, что нам нужны люди с правильным менталитетом, которые потратят время на изучение этой технологии, и тогда у нас будет возможность направлять эту технологию таким образом, чтобы в нашем понимании она принесла больше пользы обществу, чем вреда. Я не думаю, что мы сможем остаться в стороне от этого. У нас должна быть исламская альтернатива, так как люди все равно будут обращаться в чат GPT за вопросом. Поэтому очень важно, чтобы мы принимали участие в развитии и применении этих технологий с самого начала. И это и является тем мотивирующим фактором для меня, что я трачу на это время, так как эта технология будет менять общество. Я предпочитаю сделать так, чтобы это сыграло нам во благо, а не против нас. Доктор Валид Куддус, спасибо за ваше время, это была очень полезная дискуссия. Спасибо большое, я получил огромное удовольствие, общаясь с вами. Саламу алейкум. Спасибо. 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 Спасибо.